Приветствую вас! И вы знаете, вот все качества, которые вы привели, они в принципе могут быть у женщин, обладающих эмоциональным интеллектом, высоким. Но эти качества могут быть и у женщин, которые не обладают этим же самым высоким эмоциональным интеллектом, просто потому, что многие вещи могут происходить просто на уровне интуиции у женщин, да и у людей вообще, и какие-то вещи могут попросту не остановаться. Поэтому, из вашего перечня, который вы привели, первый пункт, на мой взгляд, стоит отсечь сразу, потому что откровенность в выражении своих чувств, это зависит не от эмоционального интеллекта в данном случае, если мы говорим именно конкретно о женщине, а вот это, именно это качество, оно зависит вообще от совсем другого, от уровня принятия себя, от самооценки, от того, как человек себя видит, как человек себя воспринимает, любит ли он себя и так далее. То есть, это вот такой момент. Далее, второе качество. Словливо-веселость. Опять же, словливая веселость, это скорее защитный механизм. И к эмоциональному интеллекту, и тем более к высокому эмоциональному интеллекту, это отношение не имеет вообще никакого. Совершенно. Поэтому я думаю, что здесь также с вами я не соглашусь. Значит, далее вы говорите, хорошо справляюсь со стрессом. Это вот уже куда более близко, и, пожалуй, да, высокий эмоциональный интеллект позволяет человеку справляться со стрессом, он позволяет человеку как-то вот что-то противопоставлять стрессу и не позволяет ему собой, скажем так, управлять. Здесь я, пожалуй, с вами согласился, если мы говорим именно о высоком эмоциональном интеллекте. Опять же, как вы выразили. Далее вы пишите о, значит, так, легко сходится с людьми. Но, опять же, высокая степень схождения с людьми определяется не тем, какой эмоциональный интеллект у человека. Вот просто, чтобы вы знали, да, высокий эмоциональный интеллект не определяет уровень схождения с другим человеком. А это было бы, ну, наивно, наивно так полагалось. Поэтому и дружелюбие, и уровень схождения с другими людьми абсолютно не имеет ничего общего к схождению с другими, значит, к эмоциональному интеллекту. Ничего общего не имеет совершенно, потому что на это влияют другие качества. А эмоциональный интеллект влияет именно на борьбу со стрессом и на, ну, знаете, может быть, все-таки хорошее выражение своих чувств, выражение своих чувств, но здесь даже я бы сказал, что, знаете как, чувство, может быть, и, может быть, чувство и хорошо выражает такой человек. Но это, опять же, актуально только на уровне, знаете, на уровне близких отношений. То есть это не может быть актуально на уровне, вот, какого-то общения, связанного именно с широким кругом лиц. Ну и применительно к женщинам говорить о высоком эмоциональном интеллекте лично я не стал, потому что высокий эмоциональный интеллект – это все-таки осознанность, это все-таки определенная степень логики в мышлении. А женщины, будучи существами все-таки больше эмоциональными, логично, что не так используют эмоциональный интеллект, как, ну, например, как вот, скажем, могли бы, или как использовали бы, допустим, его «вы» в своей жизни. Поэтому, на мой взгляд, не стоит здесь пытаться искать какую-то взаимосвязь между эмоциональным интеллектом женщины и ее проявлением. Это просто-напросто очень неблагодарная работа, неблагодарный труд, который, по сути дела, может ни к чему, вот, просто ни к чему хорошему, вас не привести совершенно. Не знаю, послушайте вы меня или нет, это, в принципе, ваше право, вот, но мое мнение именно такое. Я надеюсь только, что вы к нему, ну, хотя бы, хотя бы прислушаетесь и хотя бы как-то вот сделаете определенные выводы. Вот, пожалуй, я буду вас, как психолог, спросить, зачем, зачем вам, вот, эта информация про эмоциональный интеллект женщины, для чего вам она, эта информация, и как вы хотели бы этой информацией, там, например, воспользоваться, да? Вот, на мой взгляд, это довольно-таки важный момент, на который вам, ну, ну, вам желательно ответить, не нужно, а желательно ответить, чтобы понимать, как вот играть, использовать эту информацию. Ну, и чем бы мне хотелось закончить, это то, что не стоит девушек пытаться, женщин, девушек пытаться привести к какому-то общему знаменателю, то есть не стоит пытаться найти какой-то связи во взаимоотношениях с ними, потому что женщин много, людей тоже много, и надо сказать, что все люди индивидуальны, и, собственно говоря, пытаться как-то ввести рулики, ну, это неправильно. Это неправильно, и ни к чему хорошему не приведет. Вот, лучше я бы вам рекомендовал бы сделать так, чтобы вам не потребовались эти знания, чтобы вы не пользовались ими, чтобы у вас все складывалось, оно стоит в жизни. Вот, это было бы прекрасно. На этом, я думаю, можно, наверное, закончить мой ответ, надеюсь, что он вам был полезен, а если у вас какие-то вот дополнительные вопросы остались, буду рад помочь вам, пишите в личку, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! 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 Спасибо!